Поликлинику под открытым небом сегодня организовали в хозяйстве Олега Султрекова. В загоне большое поголовье крупного рогатого скота, в том числе и несколько десятков телят. Всех фермера отправил на медосмотр и одновременно на беркование. Процедура во времени очень затяжная, но оно того стоит. Вы не пропускаете весеннюю, осеннюю обработку? Нет. Потому что, ну раз, у меня такого, правда, не было, но вылазят такие случаи, что и больные коровы попадаются. Это, в принципе, не столько для отчета, сколько самим надо. И каждый год мы от всей этих вставим уколы. Они, в общем, помогают и от лисей. Сегодня запланированы сразу две профилактических прививки. Одна от болезни МКР или эмфизематозный карбункул. В первую очередь вакцинируют молодняк в возрасте до 4 лет. Именно этот скот попадает в зону риска в плане заражения. Животное сразу идет на убой. Вторая прививка – от сибирской язвы. Сибирская язва – это самое опасное заболевание, которое передается. Болеет не только скот, а болеют и люди, передается людям. Поэтому оно тоже прививается два раза в год. Я работаю давно, я не припоминаю, чтобы у нас была сибирская язва. Потому что мы очень к этому относимся ответственно. Параллельно с вакцинацией ветеринары брали кровь животных на исследование. В течение нескольких дней определяют, нет ли в стаде зараженных бруцеллезом. А вот в отсутствии лейкоза специалисты уже уверены. У нас в Краснополе благополучно по лейкозу. Если кто-то продает молоко, то берем уже еще на лейкоз. За апрель фельдшеры Краснопольского ветпункта намерены обследовать весь местный крупный рогатый скот. Это частное подворье Смирновки и непосредственно Краснополе, а также три фермерских хозяйства. В мае в очередь на прививку встанут уже лошади. Объем работы немалый, но ветеринары за многие годы к труду привыкли. Работу в шутку называют рискованной. Хотя на самом деле это так и есть. Хрупкой женщиной справиться с рогами и копытами порой приходится непросто, да и день ненормированный. С ветврачами мы всегда работаем в контакте, так скажем. Потому что иногда приходится даже в ночи, корова не может расстелиться. Я прошу, они приезжают, помогают. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.